так друзья опять я весь в ремонтной одежде на двери сегодня пятница пятница развратница опять к нам пришла друзья мы так чё дело где у меня эти железяки он смотрите на сверлил я отверстий и одно уже приварил ох как дым идет оттуда такие вот так вот приварил швы вон видите сами короче от заводского уже не отличить все это короче уже заводские кронштейны для 800 литрового бака у меня будут ема вот это круть вот это круть крутецкая так сегодня я тут под задержался немножечко с утра работать начал не 8 утра чуть попозже и поэтому все так произошло сейчас я время глянуть время где-то у нас уже близится к обеду сейчас еще один кронштейн наверно приварю и отступлюсь после обеда сразу же по приварю еще остальные два так один кронштейн как вчера говорил а да я же показывал вот такой получился ничего сегодня всю ночь пролежал я посмотрел все швы на месте ничего нигде не лопнуло все вот терпеть раз сегодня за ночь все стерпела знаете все короче он вечный вечный сделан на века некрасивый но там его не видно скажем так ну и все блин глушитель вот на глушитель вишкорле есть но получается ехать из-за одного глушителя тоже не охота может быть кого-нибудь попрошу чтоб привезли так ладно все давайте друзья я короче варю режу варю сверлю о чё чё нибудь делаю чё нибудь доделаю все давайте потом я все когда приорю уж тогда включусь и покажусь так друзья смотрите какая фигня такого кронштейна глушителя нет вообще нигде так хочу у меня свет отключили что нет не отключили так смотрим кронштейны сделал я вот так вот кривоватенько немножечко косоватенько но ничего самое главное приварил насмерть так такого кронштейна глушителя не существует представляете представляете какая козе это вообще беда ну как не существует он так-то существовать а существует ну вот как-то вот блин есть короче кронштейны ну два кронштейна которые идут да это сразу же двойной его блин я его уже варил видимо сварка видите сваркой на варенате как они называются усиливал я тогда шпильки до чего-то приварил не помогло помогло но ненадолго сейчас чуть делать хер знает ну чё я сейчас сделаю блин этот я вот смотрю как бы у меня нету подходящих отверстий то здесь вот чтобы чтобы короче поставить вот этот вот ну как он называется блин кронштейн и глушителя вот эти вот двойные да ну как бы состоит из двух этих два кронштейна до по одному хомуту на кронштейн получается у меня нету таких отверстий штатных отверстий нету даже не то чтобы четыре даже три отверстия нигде не подходит не совпадут и даже даже два то не совпадают и еще раз посмотрим смотрите сейчас повешу так вот наверно да здесь два отверстия вот эти вот есть здесь отверстий нету вот тут вот здесь два отверстия есть вот эти два большие отверстия вот третье отверстие но ту шпилька вы клепка тут никак ничего не подойдет вырезать под клепку они не неравномерно вот эти вот отверстия эти ниже эти выше между ними разница больше тут отверстие здесь отверстие тут лишь ничего не подходит чё за кооперативный магазин ставил блин эту всю фигню вообще непонятно если просто вот я знаете че еще думаю просто насмерть это все вот приварить вот здесь обварить капитально здесь усилить сюда наложить уголок здесь вот все проварить вот в этом вот месте вот тут еще треснула вот сюда вот приварить да наверно вот так и сделаю чё заморачиваться я даже снимать не буду сейчас на месте это все проварю намертво я придумал друзья а я сейчас все сделаю четко я сейчас его приварю все капитально проварю насмерть и чё еще сделаю чтобы его не отрывало я не буду ставить глушитель все проблема-то решена вот он смотрите весь развалился смотрите весь отпал там он отпала этот двухуголка треуголка вот он всех все заглушки отпали нахер это надо ё-моё я не буду его ставить да и все и проблема решена кронштейн покупать не надо глушитель покупать не надо все у голова два уха а еще и есть брюхо блин ё-моё да сейчас я это все хозяйство приварю на месте приварю на месте да и все и ай да новый глушитель поставлю новый глушитель поставлю я сейчас нет я сейчас в первую очередь приварю поставлю бак и тогда можно уже было даже без глушителя съездить тут до прицепа то еще блин чё я завтра наверное если съезжу в это в ёшку сгоняю глушитель куплю да и все куплю глушитель и поставлю и все и вся любовь юрик макарюрик точняк друзья мои точняк сейчас что-нибудь придумаю сейчас я там все посмотрю как чего куда приварить все насмерть заварю нахер это и все и будем дальше ремонтироваться так все разобрался я короче с ним разобрался разобрался с кронштейном глушителя ох ребята смотрите заварил короче его капитально и насмерть видно все я тут везде наплавил навставлял болтов короче болтов шпилек всяких всякой всякой всячины короче на вставлял ну и все сейчас вот эти шпильки вытащить у меня хомуты глушителя виде какие вечные если бы сейчас не спиливать открутить не бы еще походить это не походят да нафиг надо стоит короче купить вообще не проблема это шпильки кто не понял ребята это строительная шпилька продается в любом строительном магазине сейчас я еще вам похвастаюсь что я сделал о модернизировал переноску в процессе работы надо ее отключить а то так не видно было так где она у меня вот она у меня тэн так 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 татушки тратута там мы везем с собой кота у меня перенос когда было все на этом на крючке смотрите я прикрутил вот сюда короче магнит при при это изолентой прямо примотал чпок все висит ха ха ребята сейчас я уберу эту проволоку проволочину уберу проволочину или проволочину как правильно говорить говорите правильно да ё-моё они там металлический кронштейн прокладка короче пластиковая какая-то дурацкая короче вот так вот смотри я кого светится так кого светится так видно нет было хоп вот так светить хоп вот так всяко разным всяко-всяко виде хоп-хоп-хоп круто круто да я придумал о-о-о-о-о блин голова два уха ё-моё сварка это варил смотрите все все в этом в крапинку в сварочную все стекло в сварочную крапинку это броня бронированное стекло ё-моё блин проволока приклеилась блин сейчас все когда переноски будут примагничиваться ох ребята сейчас у меня блин переноска будущее супер ска это домашняя как горжовская горжовская так все сейчас я чё бак ставлю на место бак ставлю на место глушитель потом учитель потом завтра у нас 1 мая 1 мая шашлыка лёха пожарь о кстати говоря чё шутка запретили жарить что ё-моё блин как мы блин без шашлыка будем жить вообще не понимаю так ладно сейчас поставлю бак и все хомуты надо делать фиг знает хомут это блин на обосмерить обосмерить длину хомута по боку если шат 600 литрового бака хомуты подойдут таких опять же только в ежкарле три штуки в магазине опять незадача она посмотрю может быть из этих из своих старых к старым хомутам трубки при приварю да и все чё париться-то правильно полуавтоматом трынк приварил трубку или просто его загнул да подосварил между собой все проблем то в принципе чё хоть тут проблему из этого ничего и делать ладно главное сейчас бак поставить на место давайте будем ставить бак так друзья чё-то я бак-то поднял зацените насколько он выше меня это у меня шапка еще высоко видно вот это банка ё-моё блин если вы пробка была там вообще никак бы не это не добраться так чё я тут обнаружил он короче внизу ржавчинка окинулся так-то это вообще в принципе то ни о чем но блин так вот подумал я подумал прикинул нет красить то я точно не буду там зачищать и красить нахер это мне не надо я сейчас сгоняю до магазина наверное куплю чего-нибудь типа лимовиль какой-нибудь куплю такую жирную какую-нибудь консистенцию почищу почищу и покрою или какой-нибудь пушечное сало чем вот такой хрена тень какую-нибудь возьму наверное вот так вот я сделаю зачищу покрою покрою красить не буду нахер надо мне краска она все равно все облезли это это вообще краской красить бак в тем более внизу это без бесполезно это бестолковая короче затея это лучше вообще ничего не делать лучше солидолом измазать чем внизу красить там я говорю как бы смысла нет а вот такой вот консистенция типа как вот мавиль покрыть под ним и ржаветь не будет и пыли туда набьется и там вот такая масса как бы такая капитальненькая так все я сейчас грею до мазика о сколько времени на проверить время-то немного времени у нас трех часов нет и ну все короче сделаешь так друзья сгонял я короче за магазин ох сейчас покажу все купил он кругов на болгарку кисточку и купила такой вот мавиль 30 вас рублей друзья для скрытых полостей гарантирована защита от коррозии ну и все сейчас чё я сделаю блин тут видите пробочка какая маленькая наоборот как-то его там наверно нагреть нагреть и перелить куда-то как нагреть херс на так и бак бак наверное я сейчас подтащу сразу же туда на место он у меня стоит виде перед камазом подтащу туда на место сразу же ближе ближе к делу и все и уже на месте чтобы потом только положить и уже сразу же его на место воткнуть но сегодня уж тыкать не буду сегодня только зачищу да покрою мавильям наверное наверно наверно а может не наверное блин куда бы поставить неохота шлаки в так вот поставь надеюсь камера не упадет и будет видно не может упасть и так прикрутил наш этих камеру черебят короче надо бак тащить туда на место а как бак тащить никто не знает а я знаю а погнали так вот и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, херак, и все готово. И бак уже почти на месте. Так, все, друзья, сейчас я его зачищаю. Зачищу всю эту ржавчину. Ну, так вот, где ржавчина, где краска, зачищу и полностью мобилем покрою, и все. Так, друзья, вот так вот я его зачистил. Нижнюю часть бака пыльно вон, все везде. Блин, пришлось зачищать полностью. Короче, я думал, я хоть думал, блин, чуть-чуть там почищу, и все, ни хера. Блин, пришлось очень сильно зачищать. Так, сейчас буду мобиль греть, когда на его разогреть. Или горелочкой разогрею. Ну, чтобы вылить оттуда, и покрашу. Так, друзья, коллеги, коллеги. Вот, блин. Слышите, буль-буль-буль делают уже. Так, что, как я его разогрел? Сейчас покажу. Это у меня перчатка. А где у меня вторая перчатка? Что-то я без перчатки, что ли, хожу? Вот таким, нехитрым, незамысловатым способом. Крышка, главное, чтобы была закрыта, потому что он горючий. Даже в этом, как он называется. В инструкции было написано, что даже не курить, когда работаете с мобилем. Все. В закрытом состоянии его разогреваете. Да нужны вам консистенции. И, пожалуйста, делайте с ним, что хотите. Все, он уже там, как вода. И он теплый-теплый стал. Так, сейчас мы сделаем баночку. Это называется мобильница у меня больше. Баночка-мобильница. Да, блин, теплый уже. Рукой-то держать тепло. Но там что-то еще, надо еще погреть. Как будто комок там болтается какой-то. Я, когда ремонтировал кабину, лет 5-6 назад, мобилем обработал крылья внутри. Как-то тут приходилось снимать эти подкрылки. Блин, там он как вот пылью. Пыли как был, так он и есть. До сих пор. А где пыль не достала, где пыль не попала, он прям там, ну такой же и как бы консистенция-то такая, знаете. Интересно. Ой, да ёк-макарёк. Чего, наливаем? Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Короче, липучий, приставучий мобиль. Не знаю, мне этой баночки хватит, не хватит, на бак-то. Да должно пойти хватить. Так, это закрываем. Блин, воняет, ребята, ужас. Ужас капитальный. Так, кисточку тоже взял, новенькую. Чё, пойдёмте? Пойдёмте, покажу ещё буду делать. Ох-охо. Да не буду я ничего и обезжиривать. Думал, обезжирить может ещё что-нибудь. Нафиг надо? Покрашу сейчас так, да и всё. Без всякого обезжиривания. Попробую. Так, приступаем. О, что-то он, короче, какой-то, ребята, слишком жидкий. Я думал, я там проучил, густой, густой. Я его мажешь, он таким своими наносится. Или может быть, может быть, может быть, может быть, да? Размерзет. Так, мне бы не более им красоваться этим мавилом. Сейчас покрашу несколько слоёв. За выходные это всё хозяйство подсохнет, например. А после выходных уже тогда поставлю в баг. Константин-систенция интересна. Похоже на сопли. Похоже на сопли. Как сейчас повернуть баг, не знай. Внутренний медочек. Так, повернём. И как надо. Здесь внутри сейчас. Сейчас обшоркаю здесь немножечко и покрашу тоже. Так. Всё, я вымазал. Сейчас у меня тут засыхает, остывает он. Такая константин-систенция интересна. Я не знаю. Мне кажется, он вообще не высохнет никогда. Если вот как по подкрылкам, так. Как подкрылками, подкрылки вот я мазал. Крылья, вернее, внутри. А он, по-моему, там всё время липкий. Вот. Ну, набрал я ещё. Короче, целую вот эту вот. Ну, сколь. Наливал. Всё вымазал. И ещё такая же осталась. Сейчас её ещё измажу. Вот эту вот баночку. Ну, и всё. Ну, а уж поставлю, я не знаю. Или завтра, или послезавтра. Когда тут. Сейчас всё равно надо, чтобы он высох. Это мавиль весь. Под засох. Может, пыли накидать. Пыли накидать надо, наверное, на него. Да и всё. Вот не знаю, блин. Чё, может, я зря вообще на голое железо мазать начал. Не знаю. Мне... Я в Оромке позвонил. Пацану, который мне машину закрасил. Он говорит, Лёх, надо бы всё равно загрунтовать там туда-сюда. Блин, я говорю, мне сколько неохота. Ну, он... Я говорю, а если мавилем? Он говорит, ну... Ну, намажь. Ага, если хочешь. Ладно. Посмотрим. Тут как бы, блин... Ну, будет всё равно лучше, чем было. Правильно, ребята? По-любому лучше. Ох-ох-ох. Сверху ещё нести какой-нибудь этот... Битум. Битумную какую-нибудь мастику. Захерачить. Поверх мавиля. Ну, ладно, посмотрим. Может, что-нибудь в комментариях мне посоветуете. Всё равно я бак буду ставить уже после того, как выйдет это видео. Скорее всего, наверное. Надеюсь. Всё, давайте, друзья мои. Сейчас я докрашиваю и потом покажу, включусь. Так, друзья. Вот такой вот у меня, короче, вид у бака теперь. Как будто весь бак соплями измазан. Ё-моё, блин. Кто и кто сморкался на бак? Кто на бак сморкался, признавайтесь. Так. Тут у меня всё по крыше лазает и лазает. Ребёнки лазают по крыше. Так. Что ещё хотел сказать? А, всё, короче. Подожди, сейчас вылезу отсюда. Очень там мусковато. Так. Всё, покрасил бак. Не знаю, сверху тоже, наверное, потом помажу этим же мавилем или как-нибудь, я не знаю. Есть он там, ржавчина. Переднюю часть, конечно, всю зачищу и покрашу этим краской вот эту вот часть. Зачищу. Видно? Зачищу, наверное, и покрашу. А верх, не знаю. Там вот где солярка льётся, там нормально всё. Где не льётся, там ненормально. Короче, посмотрим. Как-нибудь, короче, сделаю. Вот. Ну, увидим, как оно будет себя вести. Под мавилем как будет себя вести. Да, надеюсь, что и будет нормально. Там, видите, я из-за чего не начал мазать-то. И вообще полез зачем к баку. Там в одном или в двух местах такая глубокая коррозия, ребят. Это вообще, я просто, блин, вообще обалдел, блин. Фига себе, думаю. Так не бывает. Бак-то у меня что-то не больно весь стар. Что-то я не помню, когда я его покупал-то. Так, всё выключаю. Не помню, когда, говорю, покупал этот бак. То ли год назад, то ли... Наверное, год назад. Год, наверное, я с ним уже езжу. Кто-то мне звонил сейчас, только что недавно. Вот такие вот дела. Я думаю, походит. Всё, давайте, друзья. Давайте там увидимся когда-нибудь. Наверное. Всё.